Ну что, ребята, поехали! Представляете, что это творится? Холодненькая. Не, хорошо. Друзья мои, всем огромный привет вам! У нас на канале сегодня снова грибы. Вот так лави будем готовить. Вот такие опята. Опята накосили мы с Мишаней. Ютуб-канал «Вкусные увлечения». Там за 3-4 часа 8 ведер опят маленьких. Такие вот солдатики. Прям хорошие. Ладно, это в сторонку. Миша, привет тебе большой. Смотрите, за грибами что сделал. Перебрал, помыл в проточной воде несколько раз от мусора. Обрезал там корешки всякие. Ну я не стал это все показывать. Далее, загрузил все в кастрюлю. Прокипятил 10 минут. Воду слил. И промыл проточной холодной водой. 10-15 минут я водил, не больше. Сейчас что делаем? Будем использовать банки твистов. На каждую банку добавим грибы будут маринованные. По лавровому листику небольшому. Если есть сильно маленькие, то два. Несколько горошек черного перца. Добавлю кориандр. Добавлю два горошка душистого перца. И добавлю несколько долек чеснока. И будем загружать. Сейчас надену перчатку, буду руками загружать. Ни ложки, ничем. Чтоб не возиться. Сейчас включимся. Друзья мои, буду использовать такую лейку широким горлом. И вот так. Не замысловато. Буду загружать грибы. Получается вот так вот, не утрамбовывая. Еще немножко добавлю. Чтобы маринад более мог попасть и просолить наши грибочки. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, друзья. Раскладку даю по маринаду на 1 литр. Соответственно, 1 литр воды. 30 грамм соли. 30 грамм сахара. Лавровый лист. Кориандр. Перец. Черный горошком. Перец душистый горошком. Чеснок. И уксус. 50 миллилитров. 6% уксус. Соответственно, В воду добавляем соль. Сахар. Все это хорошо размешиваем. И даем остыть до комнатной температуры. Чеснок. Лаврушку. Горох. Кориандр. Буду добавлять. Именно в банку. Когда остынет вода, добавлю туда уксус. Все. Маринад будет готов. И зальем уже теплым маринадом наши банки. И поставим. Далее, друзья, заливаем грибы нашим маринадом. Помогаем ложкой выйти к лишнему воздуху. Ну вот, друзья, крышки я прокипятил, чтобы уплотнительное кольцо разлякло и прилипло к горлушку банки. Сейчас это все закрываем. Даже возьму специальный ключ, чтобы подтянуть. И варим. Готово. Ну вот, друзья мои, грибочки мы закатали, можно сказать. Далее, что делаю? Загружаю это все в автоклав и ставлю на разогрев. И покажу, далее, при какой температуре буду это я все стерилизовать. Как видите, банки гуляют, потом они втянутся. Все. Загружаю и ставлю. Ну вот, смотрите, друзья мои, банки загрузили 12 штук в автоклав. Стерилизация будет проходить при 110 градусах 30 минут. Далее, отключаем нагрев и даем остыть до 30 градусов. И достанем наши баночки. И стерилизация наша окончена. И будет постоять недельку и проведем дегустацию. Приветствую вас, мои дорогие друзья. Вот прошло несколько дней, а именно 5 дней, как мы рвали грибы. Вот мне, баночки, опятки. Сразу намешал себе в тарелку, чтобы настоялись чесночком, укропчиком, чтобы прям была тема. И сразу же хочу передать привет моему другу Михаилу с канала Вкусные увлечения. Миша, приветствую тебя. За то, что он отвез меня в такое клевое место, грибное. Как мы с ним косили грибы будут ссылка в описании. Просто это запомнится мне надолго. Далее дегустирую буду грибы с жареным картофелем и салатом из лука красный и белый. Посыпал крупной солью, растительным маслом и свежемолотый перец. Вот такая закусочка у нас к грибочкам или грибочки картошечки с лучком. Бутылочка водочки домашней, баночки грибочков. Ну что, приступим к дегустации. Какая красота. Ну что, ребята, не будем затягивать. Как всегда, домашняя лодочка. Ну, друзья, за ваше здоровье, чтобы удач вас не покидала никогда. Быть добро. грибочек. Очень вкусные. Помните, я делал маслята в автоклаве. Это совсем другая история. Там было маслятых мало рассола, маринада. Здесь я не стал утрамбовывать их и налил маринад как побольше. И вот, реально вкусно. Реально. Смотрите. Чесночок. Укропчик. С картошечкой. Пошел лучок в ход. Вообще. Лук, уксус не стал добавлять. Так хорошо. Растительное масло ароматное. делает свое дело. Перчик свежемолотый. Я прям под это дело хочу еще разочек. Теперь хочу поднять стакан за кулинарный союз. Ребята, спасибо вам за все, что помогаете в рецептах, поддерживаете, делитесь опытом. вас, друзья. За что я люблю опять вообще варенье не развалится никогда. Не поломаются поломаются. Опятое это дело на все случаи жизни. Можно и пожарить с картошкой и отдельно с луком, со сметаной. Ммм. гучелок вообще. Во! Друзья, быстро в лес. как Миша скажет, пока они не отошли, надо бросить в нашем случае было. Картофан вообще. Ну ладно, ребята, всем пока, всех с наступающими выходными, праздниками какие будут, удачи. Все в лес, все в лес. До свидания.